Добрый день, дорогие слушатели! Это подкаст информационного агентства Росбалта мусор и на чистоту. Меня зовут Татьяна Хрулева и сегодня с нами Юлия Комарова, координатор движения «В чем купить?». Юлия, добрый день! Добрый день, Татьяна! К вопросу упаковки мы уже не раз обращались в панках наших подкастов. Сегодня мы поговорим об упаковке вспененного полистирола. Что она из себя представляет? Для начала давайте объясним и почему она так популярна. Ну, то есть вспененный полистирол – это пластик, который известен под маркировкой 6. Почему вспененный? Потому что путем нагрева, путем добавления специальных присадок. Его увеличивают в размерах очень серьезно и получается два вида такого пластика. Это пенопласт, который используется для упаковки техники, например, и крошится белыми круглыми шариками. И, собственно, вспененный полистирол, который получается методом экструзии. Когда он гораздо сильнее нагревается, гораздо плотнее становится по своей структуре и уже не крошится, уже лучше держит температуру, становится более гладким и, соответственно, допущен до использования, до контакта с пищевыми продуктами. Значит, почему он стал популярен в сфере упаковки как раз пищевых продуктов? Потому что, как я сказала, он держит температуру, он очень легкий, он почти не пропускает влагу, если специально его не делают влагоппитывающим. Он, кстати, дешевый, и он может принимать различные формы для упаковки различных видов продуктов. Поэтому он сейчас пользуется довольно большой популярностью у производителей пищевых продуктов. В России это часто используемый вид пластика? Да, да, это очень часто используемый вид пластика. По недавнее исследование, стиги всего пластика, который используется в бутылке и потом оказывается в контейнерах, это второе популярность пластика после пэт-бутылок. Вообще довольно трудно посчитать, сколько производится стыненного полистирола, потому что статистика учитывает весь полистирол, который у нас производится. Но есть данные, что за 2019 год было произведено около 500,5 тысяч тонн пластика. Соответственно, в 2020 году эта цифра могла только увеличиваться за счет того, что увеличилось число доставок продуктов. А вспененный полистирол, он используется в том числе для упаковки готовой продукции из ресторанов, из кафе. И, соответственно, растет число доставки, растет число заказов на такую упаковку. Большое число видов пластика поддается переработке. А что не так со вспененным полистиролом? Насколько он легко поддается переработке? Ну, знаете, возможность его переработать есть, и его даже перерабатывают. Но здесь проблема вот что. В основном перерабатывают остатки от полистирола с производства. То есть, когда, например, выдавливают из него формы, например, подложки, остается вот этот вот обрез подложек, и ее переработать проще, потому что она чистая, она однородная, она поступает переработчикам в больших партиях. Этот материал перерабатывается. Но мы говорим больше о том полистироле, который люди приносят из магазинов. То есть, вот подложки для мяса, подложки для овощей скульптов, стаканчики какие-то. Они очень плохо поддаются переработке по следующей причине. Потому что, во-первых, у нас мы наложим переданной раздельный сбор такого вида пластика. То есть, у нас нигде в домашние контейнеры нельзя такой пластик положить. И принимают его на акциях, на специальных пунктах в городах. И вся Россия, она не охвачена такими пунктами. Во-вторых, этот вид пластика, он очень плохо пристунется, и поэтому занимает довольно-таки много места при перевозке. Это не всегда выгодно заготовителям и переработчикам. Кроме того, наверное, главная беда такого бытового скульптинного полистирола в том, что его как раз очень часто делают влагопитывающим. Особенно это касается подложек для мяса. Поскольку пока мясо лежит на такой подложке, влага вся впитывается в пластик. Это делает его непригодным к переработке. Такой пластик может портить вообще, ну, целую партию пластика, который поступает на переработку. Поэтому очень многие переработчики и заготовители предпочитают с ними связываться. И вот сейчас несколько крупных переработчиков, они прямо объявили о том, что больше они от граждан ценными феллистеролами не принимают. Поэтому, конечно, возможность переработки есть. Естественно, производители активно говорят, что наш платик перерабатывает, что все очень замечательно. Но по факту, когда доходят до дела, получается, что реально принятое отнесение из пененого полистирола перерабатывает в крайне малом количестве. Что делает его практически неперерабатываемым. Я думаю, что вспененный полистирол используется не только в России. Подскажите, пожалуйста, какая судьба у использованной упаковки вспененного полистирола в тех странах, где раздельный сбор налажен хорошо? Вы знаете, точной статистики у меня по этому поводу нет. Но не надо забывать, что во многих странах Европы такой вид пластика, он везде плохо поддаёт по переработке. Проблема с тем, что он часто загрязнённый, что его не выгодно транспортировать, она есть не только в России. Поэтому в георгиевских странах, о том, что мне это неизвестно, он гораздо больше редкости попадёт на мусоросжигательный завод. То есть таких успешных кейсов о том, что вот прямо берут подложки и массово их перерабатывают, ну, мы, по крайней мере, пока изучали данный вид пластика, мы нигде не нашли. Насколько вредна такая упаковка для здоровья? Есть ли какие-то исследования? Ну, если говорить о конкретной упаковке, то есть если вы, например, покупаете овощи на подложке, она на них никак не подъявляется. Потому что, естественно, под действующим санфином допустимые нормы определения вредных веществ, которые, конечно, в тенином полистироле есть, это в основном спирол, как мы говорим, эти нормы, они гораздо меньше, чем те, которые могут оказать влияние на здоровье человека. И даже если вы, например, разговариваете лапшу, там лапша или пюре подается в такой упаковке, то есть при воздействии кипятка также точно выделяется довольно небольшое количество вредных веществ. Но при производстве, при переработке и при сжигании вот тогда выделяется очень много вредных веществ, потому что, соответственно, до очень больших температур пластик нагревается. Конечно, есть и система фильтрации, есть различные системы очистки воздуха на предприятиях, но, тем не менее, весь процесс и производства, и утилизации полистирола невозможен без выделения в атмосферу вредных веществ. Хорошо. Небольшое количество людей готово отказаться наверняка от упаковки из пененого полистирола, осознавая, что использование такого вида пластика не очень хорошо для окружающей среды. Но, тем не менее, мы понимаем, что большая часть людей не готовы терпеть неудобства, они предпочитают комфорт, производители и супермаркеты прилагают вот уже готовую упаковку, «Покупай, бери, все удобно». Можно ли предложить какую-то удобную альтернативу к спененному полистиролу? Да, безусловно. Спененый полистирол – это не то, чтобы очень обязательная упаковка. Например, многие виды продуктов можно покупать без такой спененой упаковки, вообще не напрягаясь, грубо говоря. То есть те же овощи и фрукты. У вас всегда будет альтернатива купить овощи и фрукты без упаковки, без подлоги. Мясо – то же самое. Есть мясо и в другой упаковке, есть мясо и на разрез. То есть покупать мясо на подложке абсолютно не обязательно. Очень большая проблема еще с тем, что сейчас теперь яйца упаковывают в такую полистирольную упаковку, хотя, казалось бы, есть переработанный картон. То есть брать яйца в обычных картонных коробочках гораздо логичнее. Ну и для тех видов продуктов, где все-таки упаковка нужна, например, стекучи или там тоже надо будет заваривать, или, например, вся упаковка готовой продукции, где, ну, нельзя это купить, здесь упаковка никак. Там, как ни встанно, заменой может являться пластик. То есть обычный, хорошо перерабатыванный пластик, например, пятерка, ну, та же шестерка, тот же полистирол, только не встенит. Почему? Потому что, во-первых, пластик, он не будет впитывать в вазу, то есть он не будет терять свои свойства, которые делают его пригодной переработке. Во-вторых, тоже пятерку, например, принимают в гораздо большем количестве пунктов, ее гораздо легче и гораздо активнее перерабатывают. И, конечно, она может быть переработана многотратно. Потому что, например, полистирол с вопросом о переработке, вся его переработка сводится обычно к тому, что его добавляют либо в плит, либо в черепи, то есть такие построительные материалы. То есть это один этап переработки и все. И дальше вот с этим ничего не делать, это дальше понятие на свал, которые используются. Здесь же пластик, он может быть переработан в несколько раз. Поэтому, в принципе, это не так уж сложно, отказаться от сильного полистирола. И здесь, наверное, будет проблема только с тех, кто предусматривает готовую продукцию из каких-то определенных кафе, а у этого кафе только такая упаковка. Здесь придется подумать. В остальном, в принципе, довольно легко выйти из магазина, не купив ничего наподобно. Но это пока. Потому что, судя по тому, как они распространяются, скоро это, конечно, будет делать гораздо сложнее. Юлия, спасибо вам большое за рассказ. Есть над чем задуматься. Напомню, это был подкаст информационного агентства Росбалта мусори на чистоту. Меня зовут Татьяна Хрулева. И с нами была координатор движения «В чем купить» Юлия Комарова. Юлия, спасибо вам большое и до новых встреч. Вам спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok